Война образов. Бабушка с красным флагом одолела призрак Киева. Алексей Ильяшевич на rubaltic.ru за 11 апреля 2022 года. Только лениво еще не написал, что Россия в ходе проведения спецопераций на Украине безбожно проигрывает информационную войну. Спорить не буду, проигрывает. Точность наших калибров обратно пропорциональна эффективности федеральных СМИ и лидеров общественного мнения. Но в битве за умы у России все-таки есть одно преимущество. Ее народ умеет генерировать мощные образы. Для этого не нужны ни многомиллиардные бюджеты, ни современное оборудование, ни каналы взаимодействия с аудиторией. Все происходит само собой. Так было в 2014 году. Русская весна в Донбассе породила целую образную систему, которая существует до сих пор. В Славянске появился первый командир ополчения Игорь Гиркин-Стрелков. Не будем говорить о его реальных заслугах на этот счет. Существуют разные мнения. Но информационный эффект Стрелкова был сравним с использованием оружия массового поражения. Типаж офицера российской императорской армии, интеллигентного, грамотного, благородного, беззаветно преданного делу служения Отечеству. О таких снимают исторические фильмы. От них веет романтика и белая гвардия Михаила Булгакова. Кто бы мог подумать, что они до сих пор существуют? Я, конечно, не склонен доверять соцопросам, по которым Стрелков в 2014 году обладал самым высоким рейтингом среди потенциальных кандидатов на пост президента России. Но его фигура во многом перевернула представление русских о самих себе. Потом появились Моторола, Гиви, Александр Захарченко. Не менее сильные, хотя и совсем другие образы. Арсен Павлов Моторола впервые засветился в том же Славянске. Ехидный прищур, рыжая оборотка, серьга в ухе. Было в нем что-то хулиганское. Солдат удачи, который заряжает окружающих своим позитивным настроем и находит простые ответы на сложные вопросы. «Русский здесь, вот и приехал». Так Моторола описывал свою мотивацию. Михаил Толстых, Гиви, стал известен после интервью, во время записи которого поблизости начали разрываться снаряды. Журналисты побежали в укрытие, а комбат батальона Сомали с невозмутимым видом затянулся сигаретой. За это его прозвали «Железным Гиви». Таким он и запомнился. Жестким, решительным, готовим провести разъяснительную беседу с пленными солдатами ВСУ, не стесняясь использовать отборный русский мат. Захарченко тоже начинал полевым командиром. Вероятность должности главы ДНР его сильно тяготила. Из душного кабинета он любил вырываться прямиком на передовую. Лично принимал участие в боях за освобождение Дебальцева в 2015 году. Получил ранение в ногу, потом долгое время передвигался на костылях или с тростью. На фоне всех украинских политиков он выделялся хотя бы тем, что был настоящим. Это понимали даже враги. «Я считаю, что, наверное, Захарченко достоин был жизни», признавалась Надежда Савченко, которую первый глава ДНР ранее угрожал шлепнуть в бою. Эти и другие образы доводили украинских патриотов до белого коленя. Недоброжелатели особенно любили насмехаться над пролетарским происхождением Гиви и Моторолы. Первый до войны работал охранников в супермаркете, второй мыл машины. Помню наш с ним Арсеном Павловым, примечание рубалтик.ру, разговор, когда он мне говорил, что не понимает, почему украинские СМИ с пренебрежением пишут о нем, что он был мойщиком машин и работал на 100. Станция техобслуживания, примечание редакции. Он не мог понять, почему простой и честный труд вызывал такую реакцию, рассказывает экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. Реакция действительно странная, если учесть, что на Украине происходили похожие процессы. В 2014 году возвысились всевозможные герои Майдана. Депутатом Верховной Рады стал казак Гаврилюк, который раньше крутил свиньям хвосты в родном селе. Но этот персонаж оказался отнюдь не таким ярким и запоминающимся, как первый командиры ополчения Донбасса. А кого вообще Украина может им противопоставить? Бывшего лидера правого сектора, организации, запрещенной в РФ примечание редакции, Дмитрия Яроша, командира добровольческого батальона Донбасса Семена Семенченко, полковника ВСУ Юлия Мамчура, который сопротивлялся оккупации Крыма. Все они куда-то испарились. В жерле так называемой антитеррористической операции не появилось ни одной фигуры масштаба Гиви и Моторолы. Сегодня Украина пытается заполнить этот пробел. Родилась легенда о защитниках острова Змеиной, которые послали по известному адресу российский военный корабль. Зеленский даже присвоил им посмертные награды. Но потом выяснилось, что солдаты живы. Они добровольно сложили оружие и сдались в плен. Есть еще байка о призраке Киева. Таинственном летчике, который якобы сбил десятки вражеских самолетов. За один из его подвигов украинские пропагандисты выдали кадры из компьютерной игры. Опять прокол. Россия в ответ ничего не придумала. Но придумывать и не надо. Новый героический образ родился совершенно случайно. Украинская бабушка по ошибке приняла бойцов ВСУ за русских военных и вышла встречать их со знаменем победы. ВСУшники отдали ей гуманитарную помощь, забрали флаг и вытерли о него ноги. В ответ старушка вернула пакет с продуктами обратно. Героиню видео не пришлось пиарить. Мы даже не знаем ее имени и место жительства, но она уже взорвала интернет. Бабушки посвящают стихи, снимают о ней клипы, рисуют ее на граффити. Силуэт пожилой женщины с красным флагом в руках появится на наших знаменах и боевой технике. Российские солдаты вспомнят о ней, когда пойдут в атаку. Обязательно вспомнят. Бабушка теперь в одном ряду с Гиви, Моторолой и другими людьми, которые стали символами сопротивления Бандеровской Украине. Алексей Ильяшевич. Война образов. Бабушка с красным флагом одолела призрак Киева.